Доброе утро, друзья! Программа «Ранет» сегодня. Сегодня в этой программе «Татологи» у нас специальный выпуск. Мы стараемся летом разнообразить нашу палитру, поскольку самих новостей не так много. Мы готовим специальные выпуски, которые позволяют нам взглянуть несколько более вобщенно, а значит, так сказать, с вертолетного, как это говорится, вида более широко на то, что происходит в онлайн-пространстве. Значит, напомню, что звучим в 99,6 в Москве или онлайн на финал.фм. Также, напомню, возможно, слушать нас в подкасте в любое удобное для вас время. Подписывайтесь, если вы этого не сделали. И этот выпуск, как и год назад подобный, мы посвятили важнейшим направлениям в развитии стартап-индустрии российского интернета. И шире не только интернета, цифрового пространства во всех его проявлениях, а также в российских венчурных фондах, которые эту самую индустрию подпитывают. Раскрываем эту тему предсказуемо с людьми, чьим ежедневным, рутинным, можно сказать, делом является разбор десятков заявок, идеи, прожектов и работающих проектов с целью найти среди них те, что смогут стать будущими Google, Facebook, Яндекс, ну или чем-то хоть немного сопоставим с этими недавними стартапами. А сегодня многомиллиардными корпорациями. Меня зовут Максим Спиридонов, а эксперты выпуска, которых я вот предыдущим образом, получается, представил, это Алексей Соловьев, управляющий директор фонда ProStore Capital. Алексей, приветствую. Добрый день. И Николай Давыдов, директор по инвестициям фонда iTech Capital. Привет, Николай. Значит, коллеги, давайте для начала в двух словах попробуем обрисовать то, как за последнее время изменилась ситуация вокруг новых проектов, так называемых стартапов в области высоких технологий. Давайте возьмем, может, там время с нашего предыдущего выпуска, то есть год, последний год. Что меняется, как живет, чем дышит стартап-индустрия и инвестиционный бизнес вокруг этого? Николай. За последний год было несколько хороших инициатив. Digital October с партнерами американскими привозили сюда именитые американские институты развития, частные, кстати говоря, которые организовывали здесь очень интересные образовательные ивенты. Вообще, в целом, тренд от того, что стартап-индустрия образовывается и наполняется знаниями и опытом, он очень хороший. А хайп немножко снижается, все меньше новых проектов стартапов. То есть информационный шум, да, так растолкую? Да, информационного шума меньше стало. Ага. Той мне, Алексей. Ну, я поддержу Николай, что действительно видно, что наши стартапы становятся более образованными и более такими совершенными. Я бы еще отметил один тренд, что со стороны государства в этом году, конечно, было сделано очень-очень многое. То есть инструментов поддержки стартаперского движения государственных, их становится все больше и больше и больше. По-моему, менее даже слишком много. Но факт остается фактом. Об этом будем говорить в одном из блогов программы. Это одна из наших тем. Сегодня у нас четыре темы. Не буду сейчас всех анонсировать, но все они касаются таких вот горячих вопросов вокруг инвестирования в стартапы, вокруг онлайна, вокруг хай-тека. И первая из этих тем, о которой сейчас, собственно, и поговорим, это онлайн-услуги в области финансов. Финансовое направление не первый год является одним из самых перспективных для IT-бизнеса как в России, так и за рубежом. Наиболее известные стартапы в этой сфере – американский Simple и Square, европейский Knap и FIDA, а также российские аналоги, такие как RocketBank, U-Bank, IQCard и Tucan. Насколько актуален тренд с вашей точки зрения? Смотрите ли вы сами подобные проекты? Есть ли у вас что-то такое в портфеле, Николай? У нас, на самом деле, достаточно большая экспертиза в этой отрасли. У нас многие из партнеров фонда – это основатели сервиса Kiwi. Глеб Давидюк, наш управляющий партнер, в свое время был председателем Совета директоров AlexNet. Плюс у нас очень много LP из финансов. Это IT-директора крупнейших российских банков, ну и просто банкиры. Поэтому мы, наверное, самыми первыми всегда смотрим на все эти проекты. И пока вот ни во что не проинвестировали. Но тренд, на самом деле, правильный, потому что спрос на это большой. Единственное, все эти сервисы почему-то идут в B2C. Хотя B2B тоже очень интересный сегмент. А на Западе B2B освоен? На Западе B2B освоен. И освоен, прежде всего, самими банками. У нас пока только вот банк 24RU запустил сервис кнопка com. Очень прикольный мне понравился. Я бы стал клиентом даже. Большая часть финансовых онлайн-сервисов, которые позволяют управлять счетом смартфона, работают под лицензией коммерческого банка. Ну, собственно, вот такую обеспечивают инфраструктуру, получается. Большинство стараются об этом не говорить, что они работают под лицензией банка. Например, RocketBank связан с банком InterCommerce, а IQCard с SBBank. Вообще, логично достаточно, да, то, что связка банк и подобный сервис. Другое дело, что если инициатива происходит изнутри банка, то нередко им не хватает просто знаний и экспертизы для того, чтобы построить что-то полноценное. Мне кажется, что самый логичный вариант – это когда стартап, окрепший, в итоге в банк как-то вливается. Алексей, ты как думаешь? Ну, мне кажется, что, во-первых, действительно, вот эта вот зависимость всех этих проектов и также некоторых других, которых ты не перечислил от банков, она имеет место. И она такая несет достаточно серьезную угрозу для всех этих стартапов. Угрозу ты считаешь? Кажется, что это как раз силы их, нет? Я бы так не сказал, потому что банковская система наша, несмотря на то, что сейчас находится в достаточно стабильном состоянии, вот эти вот банки, перечисленные тобой, мы все понимаем, что это не топ-10, например, или не топ-5 банков. Соответственно, если какой-нибудь там один из перечисленных тобой игроков изменит свою точку зрения просто из-за того, что там финансовая ситуация на финансовых рынках, например, там станет другой, я имею в виду точку зрения на то, на формат сотрудничества с этим интернет-проектом, то стартап придется очень тяжело, потому что придется тогда искать нового партнера, переходить на другую платформу и тому подобное. Мне кажется, что все они должны идти в направлении как-то устранения вот этой зависимости, то есть пытаться как можно больше вещей с технологической точки зрения перетаскивать на себя. — Продолжу обзор. Значит, у нас есть часть направления стартапов, которые работают как некая инфраструктура, то есть управление счетом и нечто подобное вокруг этого, установки каких-то целей личных. Есть другой тип финансовых стартапов, те, которые упрощают совершение платежей, то есть дают возможность осуществлять их при помощи смартфона. Прототип этого всего с Коя западный, как я понимаю, и дальше пошло, поехало по России. Имеет перспектива эта? — Ну, названные тобой два сегмента, они действительно сейчас самые популярные. Есть еще некоторые, например, там биткоины знаменитые, которые... — Не очень определены с точки зрения законности, как-то все в них сомневаются. — Да, все в них сомневаются, но это действительно некая такая, я не знаю, big thing, которая сейчас возникла на рынке. И к чему это приведет, еще неизвестно. Есть микрозаймы, которые неупомянуты, есть краудфандинг. То есть в финансовом сегменте на самом деле есть очень-очень много разных ниш, и практически все они являются перспективными. Почему? Потому что каждый стартап, который работает в этой нише, таргетирует огромный рынок. С деньгами имеют дело все, и, соответственно, целевая аудитория любого практически финансового стартапа — это все жители Земли. Ну так, огрубленно, да? — Окей, продолжаю спецификацию. Значит, есть еще, собственно, стартапы, осуществляющие платежи. Тот же PayPal, значит, у нас это Ubank, да, получается, там пытается, по крайней мере, идти в направлении. Или нет? — Не совсем. — Нет? Ну окей, значит, по крайней мере, Яндекс.Деньги, скажем, вот это похожая история. То есть это некие электронные деньги, которые в том числе могут подменять с собой карту или, по крайней мере, быть такой вот неким, ну как, крышей для карты. То есть оплата происходит непосредственно с карты, а через Яндекс.Деньги, которые стягивают с карты непосредственно и становятся таким вот арбитром, получается. Кстати, а насколько знаковым, на ваш взгляд, является то, что Сбербанк купил, ну почти полностью, 70% Яндекс.Денег? Это означает такой разворот индустрии консервативных финансов к хай-теку, Николай? — Ну, безусловно, означает, потому что в нашей стране Сбербанк — это примерно половина рынка банковских услуг, а во многих сегментах даже больше, чем половина. Поэтому любое движение, которое делает Сбер, оно, безусловно, обуславливает тренд, куда пойдет весь рынок. — То есть автоматически собираются директоров всех банков или почти всех, и а что мы сделаем? Ну или типа того? — Ну, я думаю, что они более независимы, конечно, здесь работают, но это для многих стартапов, например, очень индикативно то, куда смотрят Сбер. Это что Сбер начал покупать компании, и это уже очень хорошо. На самом деле, вот если брать Рокетбэнк и похожие стартапы, у них проблема в том, что они зависят от одного конкретного банка. Им хорошо бы агрегировать услуги разных, но здесь вопрос в том, что им нужно взаимодействовать с банковскими безопасниками и с банковским бэк-офисом. Что очень сложно. — Ну да, действительно сложно представить себе даже, чтобы банки, несколько банков дали доступ к счетам своих клиентов. То есть такую сквозную инфраструктуру представить себе сложно. То есть возможно надстройки, которые… — Поэтому там порочный круг получается. А тот же самый Сбер, он с радостью бы купил компанию, которая собрала по модели Рокетбанка большую юзербейс. — Осталось буквально секунд 20. Сегодняшние стартапы в Рунете, в финансовом сегменте, какие вам кажутся наиболее перспективными? Буквально в паре слов, Алексей. — Я знаю два очень перспективных, мы в них проинвестируем в ближайшее время, поэтому называть не буду. — Так, а ты Николай можешь назвать? — Ну у нас в пайплайне нет, мы единственное смотрим на тех, кто смотрит на новые модели скоринга в кредитовании и в микрокредитовании. И возможно здесь будет какая-то… — В общем, впереди большое будущее финансовых стартапов. Через минуту вернемся в студию с рассказом о самых ярких тенденциях в направлениях Рунета. — Продолжаем разговор. Напомню, что наша тема — горячие стартап тематики. На очереди еще одна сфера, которая привлекает большое внимание и не менее большие деньги. Меня зовут Максим Спридонов, а я эксперт и выпуск Николай Давыдов, директор по инвестициям фонда iTech Capital, и Алексей Соловьев, управляющий директор фонда ProStor Capital. Итак, собственно, следующая тема, следующая, это вот громкое, как нам кажется, и перспективное направление — это тема онлайн-инструментарий путешественника. — В сфере тревел-проектов Рунета происходят разнонаправленные процессы. В первой половине 2013 года прекратили свое существование такие сервисы, как Travel Menu, Travel Rent, Trivolver и FlaTora. Вместе с тем, тревел-проекты «Островок» и «One to Trip» смогли привлечь значительные инвестиции и заявить о росте пользовательской базы. — Тема тревела обычно с удовольствием обсуждается в венчурной среде. В последнее время таким мазохистским немножко удовольствием. По крайней мере, некоторыми теми, кто потерял там деньги. Она неоднозначно привлекательна, можно так сказать. Но вместе с тем, в этой нише уже похоронено немало денег. Хочется понять, а что вообще с тревелом сегодня? Николай. — Ну, потеряли деньги там те, кто конкурировал в маркетинге. Маркетинг в тревеле очень дорогой. Мы в целом, как инвесторов трех крупнейших онлайн-адвертайзинг-компаниях в Рунете, видим большую часть этих денег. И конкурируют они не только между собой, но и с западными игроками, которые приходят сюда без мысли про EBITDA в России. У них очень длинный и долгий кошелек. Они могут долго здесь мочить конкуренцию для того, чтобы просто занять лидерскую позицию на рынке. В тревеле, так же, как и в классифайдах, лидер получает the winner takes it all. Поэтому те, у кого достаточно ресурсов и денег инвесторских на то, чтобы продолжать их жечь в маркетинге, и оставаться лидером в течение двух-трех лет, они, скорее всего, отобьются. А если говорить про One-Two-Trip, то здесь все хорошо, они растут, они кэш-позитив. А если смотреть про сегмент, в котором играет Островок, там у них пока не получается сделать прибыльные компании. И это еще будет тормозить долгий инвесторский интерес к этому сегменту. Общая лошадь Островок собрал 40 миллионов долларов по подсчетам. По словам руководителя проекта, на него заходит 1,3 миллиона человек ежемесячно. Но и все-таки, несмотря на то, что собраны хорошие деньги, там, похоже, не все в порядке. И вообще, тревел, как мне кажется, несмотря на отдельные приятные примеры и вообще романтичность вот этой всей отрасли, он чувствует себя не очень стабильно в Рунете. Алексей, ты как думаешь? Я полностью с собой согласен. И, как мне кажется, причина этой нестабильности заключается в том, что ни Ok2Go, ни Островок, ни One2Trip, ни другие проекты, они на самом деле, если так задуматься, не создают серьезного value. То есть они не прибавляют value к уже существующим сервисам в интернете. Потому что до их появления существовало огромное количество возможностей купить авиабилеты или забронировать отель. И они просто предлагают еще один сайт, на котором можно купить авиабилеты и забронировать отель. Что интересно, пример, One2Trip вышел на рынок, которым были уже, по крайней мере, в Рунете сформированные лидеры. Был NWND, например, который был создан, собственно же, господином Кутисом, который сделал последствия One2Trip. И, тем не менее, они и кэш-позитив, они и впереди планеты всей с точки зрения развития. А Островок или Walk2Go, войдя на рынок, где тоже есть яркий лидер, правда, глобальный яркий лидер, надо сказать, Booking.com, они пока чувствуют себя не очень уверенно, хотя и бодрятся. Опять же, я бы здесь вернулся к тому, что Николай сказал, что речь идет о долгосрочной перспективе. Возможно, сейчас действительно те компании, которые специализируются на билетах, они там чувствуют себя лучше, и им там не удается, точнее, они там занимают, может быть, даже лидер-жащие позиции, отъедая там большую часть рынка в этой сфере. Но долгосрочно, как мне кажется, до тех пор… Я вообще, как инвестор, не верю в компании, которые не создают никакого value-add, то, что называется. То есть они, по моему мнению, его не создают. Добавленная стоимость One2Tripa в чем? В удобных интерфейсах? Наверное. Не знаю. Я не пользуюсь One2Tripa, когда бронирую билеты. Твое мнение. Вообще, какие ниши в тревеле, если представить себе, что мы даем рекомендации каким-либо слушающим нас бизнес-ангелам или, может быть, вашим коллегам в инвестиционных фондах, которых не хватает экспертизы, какие ниши стоит рассматривать серьез в тревел-сегменте? Я бы смотрел на, в первую очередь, те проекты, в которых достаточно большая органическая часть трафика, бесплатная. Это раз. И второе, я смотрел бы на то, там, long-term, туры. Очень востребованная штука, но пока на рынке нормально никем не представленная. А все-таки в турах, мне кажется, возможно. То есть в новой модели фактически. Потому что сегодня реализована в полный рост модель продажа авиабилетов. Кстати говоря, самая доходная по рассказам тех, кто крутится внутри этого. Ну, сейчас Аэрофлот комиссии отменил, поэтому уже не так. Да? Ну, возможно. Значит, авиабилеты, все понятно. И сделать там что-то принципиально новое довольно сложно уже будет. Продажа номеров в гостиницах также освоена весьма-весьма. Аренда машин пока не пошла почему-то в Рунете. То есть нужно идти в туры, да, вот как ты говоришь? Да. Тема в том, что все те, кто пытаются заниматься здесь в Рунете арендой машин, они конкурируют с тем же самым Херцем, Юропкаром. Те, кто идут в отель, они конкурируют с Букингом. А те, кто пойдут в туры, они будут конкурировать с оффлайн-тревел-агентствами. Возвращаясь к тематике онлайн-сервисов и направлений. Туры как таковые, а почему до сих пор не реализованы? Многие пытаются, многие делают. Я недавно видел такой интересный стартап Mimimir. Они технологически достаточно неплохо это реализовали. Мне кажется, что туры здесь... Я на самом деле полностью поддерживаю идею относительно... Просто хотел присоединиться к словам Николая относительно того, что должен быть органический трафик. Органический трафик является следствием, на самом деле, наличия какой-то реальной стоимости или наличия какого-то действительно интересного приложения. Когда пользователи сами идут на это приложение, когда их не нужно тратить 900 рублей, покупать лиды на рынке. Значит, это первое. А второе, что касается туров, это один из немногих сегментов, где переток покупателей из офлайна в онлайн все еще находится... Я не знаю, сколько онлайн-туров продается, но я думаю, там меньше 1%. Хотя, если мы говорим об онлайн-покупке билетов и онлайн-бронировании отелей, там переток уже значительно более высокий. Несколько процентов, может быть, даже несколько десятков. Незначательно это, что, несмотря на некоторую ажиотацию вокруг трэвл-сегмента вообще, сама тема, в общем-то, исчерпана. И идти туда, скажем, инвестору уже поздновато. Николай. Нет, там еще очень-очень много не перетекло из офлайна в онлайн. Даже по сравнению с рынком американским в три раза рынок текущий может увеличиться до того, чтобы стать там с размером американским. То есть нужно вынуть всех людей, которые ходят в маленькие эти турагентства, за углом, да? Абсолютно, да. Вывести их в онлайн. Масс-маркет, он заключается в том, что типичный представитель среднего класса города-миллионника России должен вместо того, чтобы пойти в какой-то офис трэвл-агентства, которое у него находится рядом с домом или рядом с метро, когда он ездит на работу, вместо этого он должен пойти в такой же, но только в интернете. И это задача. По сути дела, нужно сломать парадигму, вот эту вот привычку людей, которая во многом уже сломана при покупках, то есть приобретают же люди товар в интернете, пускай, так скажем, одежду пока приобретают не очень охотно, хотя, тем не менее, в полный рост уже, но там, скажем, ноутбуки или компьютерные мыши точно приобретают легко, и в этом нет никакой проблемы. То есть такая же должна быть, замещение произойти должно быть. Да, проблема текущих трэвл-стартапов в том, что они, только некоторые из них идут в оффлайн-рекламу, а в трэвеле очень важно выстраивать лояльность бренду. Люди боятся крупные суммы денег тратить в онлайне, оставить там в каком-то сайте еще и карточкой заплатить. Поскольку в трэвеле кэш-н-деливери невозможен, он сломает всю логистику, это еще один челлендж, который нужно пройти индустрии, чтобы люди научились платить карточками на сайте и доверяли бренду. Выстрел доверенные бренды, которые там, в том числе, попросту говоря, вернут деньги, если ты посчитаешь, что что-то пошло не так. Ну да, там вся эта система страхования, которая действует однозначно, что все эти ресурсы, если они будут появляться, они должны быть в нее как-то включены. И плюс, как мне кажется, еще очень важный аспект, почему туры пока еще не очень хорошо продаются в онлайне, потому что все-таки продажа тура – это немножко другой жанр, нежели чем бронирование билета или покупка билета. Покупка билета или бронирование гостиницы. Другой жанр, он заключается в том, что когда ты покупаешь тур, там важен какой-то диалог. То есть вот я хотел бы поехать в Испанию, а что вы мне посоветуете? Ну вот такой регион вам посоветуем. А какие там гостиницы хорошие? Ну то есть такой как бы некий итеративный процесс, который чаще всего происходит у тебя во время фейс-то-фейс общения с тем, кто сидит вот в этом вот агентстве туристическом. А в онлайне такого человека его как бы нет. Ты ведешь диалог с какими-то таблицами, фильтрами там и еще с чем-то. Причем важно здесь в этом диалоге наличие некой эмоционально-человеческой составляющей. Мне кажется, что это некая такая вот посознательная реакция на то, что покупка билета – это покупка перемещения, а покупка тура – это покупка впечатления. И вот эту покупку уже начинает нужно с некой эмоционально-человеческой. Приходишь, там тебе менеджер как бы, он как-то уже с тобой содействует. Он уже как бы начинает тебя путешествие настраивать. Ну вот это как версия. Да, он и продает его. Еще беда в том, что инвесторы, инвестиционная привлекательность текущая, к сожалению, зависит у этих проектов от тебя и текущих. Поэтому они весь маркетинг тратят на шорт-терм результат. Они просто покупают конверсии. 600, 700, 800 рублей стоит конверсия, например, в авиабилетах. Тогда как с одного билета они зарабатывают порядка 500 рублей в среднем. Но они работают на будущее, потому что на закрепление клиента. Да, им необходимо повышать ретеншн для того, чтобы чего-то зарабатывать. А ретеншн можно повышать только долгосрочными вложениями в лояльность бренду. А это в основном оффлайн, продукт-плейсмент. Тот же самый продукт-плейсмент в доме 2 на 2 миллиона долларов лонг-тем будет гораздо эффективнее, чем лиды и CPI-сетки. Продолжая тему активности в тревел-сегменте, некоторые цифры. В начале августа тревел-стартап On2Trip, нами упоминаемый, приобрел сервис бронирования отелей DealAngel. Сумма не соглашается, но по оценкам это могло быть 10-15 миллионов долларов. В общем, там происходят такие движения, и вера сохраняется стороны инвесторов в этот сегмент. В общем, наверное, все главное сказано на этот счет. Короткое резюме собственно тревел-сегмента. Стоит туда сейчас заходить с деньгами? Или подождать, посмотреть на то, как схватка, текущая, скажем, ведущих сервисов завершиться и уже потом действовать каким-то образом? Там, где Красный океан, по-любому не стоит. Нужно сидеть и ждать. А там, где океан более голубой, возможно, стоит поиграть. Так, подожди, давай разберемся, как определить цвет океана? Цвет океана, ну вот в турах, например, океан более голубой. В каких-то новых, интересных моделях. Опять же, зависит от размера инвестиций. Если инвестиции сидовые, наверное, стоит смотреть на туры. Если там мы говорим про барринг, естественно, им стоит смотреть на лидеров. Хорошо. Мы продолжим нашу программу после выпуска новостей. Будем говорить о еще об одной весьма горячей теме в стартап-индустрии сегодня. Речь пойдет о сервисах короткого видео. Итак, продолжаем. Программа «Ранет.Сегодня» рассказ о главном, что происходит в среде цифрового пространства. Так вот, в последнее время широко я определяю то, что мы обозреваем, потому что прежние такие вот определения, как в интернете или там, там, просто в онлайне, тоже, наверное, не очень корректны, поскольку обрастаем новыми-новыми составляющими. Там, на скидку, если говорить о неком футуризме, в это цифровое пространство все активнее вторгаются носимые компьютеры, какие-нибудь умные часы, вот-вот на подходе умные автомобили, уверенно уже умные телевизоры длинными шеренгами входят в наши квартиры и так далее. Значит, программа вот 26 августа 2019 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, рекомендую слушать подкасте нас непременно. И также представлю наших гостей, которые сегодня вместе со мной комментируют эти самые горячие темы в онлайн-стартапах и инвестировании в них. Это Алексей Соловьев, управляющий директор фонда Простор Кэпитал и Николай Давыдов, директор по инвестициям фонда i-Tech Capital. Меня зовут Максим Спиридонов. Как грибы после дождя? Примерно так можно активизовать урожайность последних месяцев в области сервисов короткого видео. Это еще одна из наиболее актуальных тем, которая занимает сейчас предприниматели и инвесторов Рунета, но, собственно, и глобальной сети, может быть, даже прежде всего. О ней пойдет речь дальше. Как в Рунете, так и в мировой сети все большую популярность обретают сервисы короткого видео. В январе этого года сервис микроблогинга Twitter запустил видеоприложение Vime для записи 6-секундных роликов. Позднее фото приложение Instagram добавило возможность записывать 15-секундное видео. Наиболее интересным российским проектом в данной области является сервис Coop, который был запущен в прошлом году. Плюс к этому давайте вспомним, что буквально на днях сооснователей легендарного YouTube Стив Чен и Чат Херли запустили подобный сервис. Они назвали его Mixbit. Его отличие от Instagram и Vine в том, что можно не только записывать короткое видео, там 16 секунд, еще эти цифры такие мистические, по-моему, уже не очень понятно, чем определенная. 16 больше, чем 15, поэтому. Да, я потом расскажу на эту тему шутку. Но и складывать из чужих видеокусков достаточно продолжительные видеоролики. То, что можно делать в этом новом сервисе. При этом, мне кажется, что из всех сегодня существующих модных побед и в стартап-миндустрии это самое неопределенное, самое такая шаткое с точки зрения бизнеса, хотя все ее увлечены почему-то. Да, согласны, Алексей? Да, я согласен. Здесь у меня мнение такое. То есть, очевидно, что короткие видео, они и какой-то из сервисов, которые позволяют делать короткие видео, они добьются серьезных успехов. Потому что, если мы посмотрим, как появлялись, не знаю, там, Twitter, Facebook, Instagram и так далее, и там подобное. Тот же YouTube. Тот же YouTube. Никто из них не был первым сервисом в своей нише. То есть, Facebook уже появился, когда существовали социальные сети, Twitter появился, когда существовали какие-то сервисы коротких сообщений, Instagram, я уж вообще молчу, фотографии выкладывать можно было там испокон веков с момента появления интернета и так далее, и там подобное. Но будет ли это кто-то из них или это будет кто-то другой, пока еще остается открытым вопросом. Потому что, как мне кажется, ни один из этих сервисов пока еще не нащупал ту фишку, которую в свое время нащупали все эти гиганты. Twitter, Facebook, Instagram, и так далее, и подобное. И как только кто-то из них либо кто-то новый нащупает эту фишку, это точно будет взрыв, это будет взрывной рост пользовательской базы и опять серьезный успех, миллиард долларов. Ну, мы знаем, чем это обычно заканчивается. Я немножко поспорю по поводу взрыва. Вот мне интересно, что дальше за взрывом? Потому что, если когда Twitter запускает сервис коротких видео или Instagram, это более-менее понятно, им нужно дольше энгейджить свою же аудиторию, там интернет становится все быстрее во всех странах мира, каналы все шире, поэтому видео это логично. А как это монетизировать? Как по сервисной модели, там платная подписка, ну, никто не будет платить. Это развлекательный контент, легкий, короткий, развлекательный контент. Если посмотреть на тот же самый Копа, в котором все говорят, что это там новая бомба Рунета, я вот не разделяю этого энтузиазма, потому что я как рекламщик и инвестор в рекламу просто в ужасе. Это невозможно никак монетизировать рекламу нормально. Только на очень больших объемах. На очень больших. Только на очень больших объемах за копейки, потому что единственное, на чем это можно монетизировать, это воткнуть туда сетку РСЯ, Яндексовскую, или Google Adsense, и просто контекст там вешать, или один баннер через AdX, который покупает за кромешные копейки это все. Ну, если, так, классический вариант, если представьте, что там будет аудитория огромная, то нам можно крутить прероллы федеральных брендов. И вот, ну, как бы, это будет не до ворога, конечно. Ну, какой же там может быть преролл, если, ну, YouTube почему хорошо идет среди оффлайн брендов, почему PNG хорошо размещает рекламу на YouTube, потому что там контент более длинный, и человек согласен смириться с тем, что он посмотрит там 10-15 секундный преролл перед 30-минутным видео, там 10-минутным видео, да хотя бы 5-минутным видео, но 15 секунд яркого сообщения о том, какая классная Кока-Кола перед 15-ти секундами развлекательного видео. Или 6-ти секундным роликом. Или еще, не дай бог, да, 6-ти секундным роликом. Это уже too much. Ну да. Поэтому в текущем интернете реально хороших способов в монетизации, здесь опять второй ужас, user-generated контента, который не предлагает никакого бренд протекшена, и там, Мерседес не всегда захочет размещать под какими-то трэш-видеоприколами свой бренд. Я держу память, что по чехову ружье должно стрелять висящее, поэтому я пообещал шутку, да, я скажу ее по поводу цифр, да, то, что вот у Вайна 6 секунд, у Инстаграма 15, и вот эти вот новые сервисы от создателей Ютьюба 16 секунд. Вот у меня был приятель, который вел конкурсы в клубах, когда нужно было быстро что-то сделать, он предлагал такой конкурс. Назовите число, мы говорим, скажем, 5, вы назовите, 7, у вас больше вы выиграли. Вот тут то же самое, похоже, 16 секунд больше вы выиграли. Немножко цифр, Вайн от Твиттера, ну, чтобы картинку нарисовать, да, это 6-ти секундные зацикленные ролики, да, ключевой момент зацикленные, то есть это можно там немножко с ума сойти, если особенно увлечься их отсмотром, ну, шучу, разумеется. Значит, они изображаются на основной ленте Твиттера, Инстаграм, это 15-ти секундные ролики, не имеющие зацикленности, но дающие возможность вложить фильтр, это, кстати, момент еще один, который я сейчас хочу отдельно обсудить по поводу фильтра и красивостей, UGC. Вот, Вайн смотрят сейчас 30 миллионов пользователей, видимо, ежемесячных, Инстаграм регулярно использует 130 миллионов человек, в общем, ну, люди там есть, но вот вопрос, который меня, на самом деле, изначально волновался с тем коротким видео, то, что наложить фильтр на любую фотографию Инстаграма, статичный кадр, и сделать ее, ну, неким условным предметом искусства еще куда не шло, а вот как-то бороться с тем, что обладатель смартфона ни разу не оператор, и он не умеет строить кадр, он не умеет строить свет, и вот движущаяся картинка вообще, ну, как бы, вышедшая от пользователя, довольно сомнительная история с точки зрения ценности, вот с этим бороться довольно сложно, действительно. Но в этом есть безусловный плюс, никто не будет делать видео еды. Как сказать? Почему? А даже статичное. Ну, можно делать видео... Сразу по ракурсу. Да, можно делать видео приготовления еды, можно делать видео поедания еды, ну, в общем, там тоже есть простор. Вообще интересно, как будут использовать это дело и будут ли использовать. Мне на самом деле кажется, что здесь сейчас идет такой процесс чистого творчества в мировой стартап-индустрии, то есть люди ищут разные варианты реализации вот этих вот сервисов с коротким видео. Я уверяю, вот там, Максим, тебя, если бы тебе в 2010 году пришел основатель Инстаграма и сказал, что я сейчас сделаю штучку, при помощи которой ты можешь выкраивать фотографии в интернет, но только там еще фильтры будут, ты бы сказал, 100-миллионная штучка по выкладыванию фотографий в интернет, здесь то же самое, то есть, как мне кажется, что кто-то из них, либо эти игроки, либо какой-то другой, придумывает какую-то штуку, которая зацепит мир. Я не знаю, что это будет, потому что, если бы я знал, я бы сам бы придумал. Она зацепит мир, и после того, как она его зацепит, этот сервис, как мне кажется, добьет серьезных успехов с точки зрения пользовательской базы, и так далее, и тому подобное. Есть два способа зарабатывания в инвестиционном мире. Это инвестирование в компании, которые зарабатывают деньги, а есть инвестирование в компании, которые просто наращивают свою монетизацию до миллиарда долларов и продаются коммунити. Как мне кажется, видео, вот это короткое, это чистый пример, это как раз пример ровно такой компании. Тогда, когда кто-то изобретет эту фишку, которую зацепит мир, настанет там стремительный рост пользовательской базы, и как только она перейдет через какие-нибудь 100 миллионов пользователей, один из гигантов, у кого больше всего денег в тот момент будет, просто это купит, и все инвесторы окешатся, и будут очень счастливы. Для инвесторов это все-таки гэмбл. Я предпочитаю больше фундаменталс-дривен такие истории, где есть... Говори больше по-русски, Николай. Я предпочитаю компании, которые платят дивиденды. Они гораздо понятнее, и шансов там пролететь гораздо меньше. Тогда как тот же самый Facebook, обладающий технологической базой для монетизации огромных аудиторий на бесполезных сервисах типа Инстаграма, может купить только одного игрока. А созданы их уже штук семь. Ну да, это правда. Не, я здесь на самом деле тоже полностью присоединяюсь, в том смысле, что хоть я объясняю, как можно заработать на этом инвестору, я лично, как руководитель простор капитала, никогда бы у него что-то подобное не стал бы инвестировать, потому что, опять же, все наши там 10 портфельных компаний, которые у нас есть на текущий момент, они все примерно того свойства, про которое Николай говорил. То есть, словно говоря, если их никто никогда не купит, то мы как инвесторы все равно будем счастливы. То есть, инвестор в идеале должен говорить, такая корова нужна самому. И неопределенно долго иметь возможность держать ее в стойле и получать от нее энное количество молока. Абсолютно правильная метафора. Это не обязательное условие, потому что, в любом случае, нельзя жить в отрыве от экзита и от понимания тому, кому нужна эта компания. Но в любом случае, компания не должна умереть, если вдруг конъюнктура на рынках изменилась. Да, если ее никто не купил. Да, если ее никто не купил. Да, ну вот, мне кажется, что эти сервисы короткого видео сейчас очень яркий, такой правофланговый стартаперского движения, которое было в начале 2000-х, в середине 2000-х еще, когда просто оголтелое стремление в отрасль, неважно зачем, лишь бы набрать базу. Вот эта оголтелость, она в общем-то прошла и, возможно, мы наблюдаем последнюю волну вот этой вот истории, когда давайте просто сделаем сервис, будет всем классно, наберем базу пользователей, а деньги где? Ну, а деньги потом, мы же наберем. Да, да, ну, это такое, да, то есть, это либо последняя волна, либо ренессанс, я не знаю, что. То есть, допускаешь возможность возвращения такого рода истории. Мне кажется, что настолько много переколбасилось. Мне кажется, уже вряд ли кто-то будет создавать проекты, серии, наберемся, то есть, все-таки амонетизация, ну, по крайней мере, наши российские стартаперы точно амонетизация за последний год. Так, вопрос к твоему первому вопросу. Наши российские стартаперы амонетизации стали думать значительно более, я бы так сказать, эффективно и значительно раньше, чем раньше. Вот, но посмотрим. С другой стороны, знаешь, что для меня, чтобы там картинку нарисовать уж совсем красиво по этому направлению, является такими индикаторами, которые и вызывают эту самую зуд, как ты говоришь, да вот, что-то там должно быть, а что непонятно. Первое, то, что тот самый YouTube, например, только через 5 лет, и тот с помощью Google вышел на операционный плюс, был до этого вообще убыточным, просто, ну, вот, в конец. и еще более меня интересовало то, что создатели YouTube, которые тогда его строили в ситуации, когда всем казалось, что это бессмысленно, ну, большинству казалось, сейчас построили подобный сервис короткого видео, значит, что-то они там увидели. Ну, тезисы по монетизации, это у них гораздо более красивые, чем видно нам извне, то есть, если там посмотреть их инвестиционный меморандум, скорее всего, там есть вменяемые вещи, такие же вменяемые вещи, которые были, например, у стартапа color.com, все помнят эту 30-миллионную историю американскую, когда они только на покупку доменов потратили 600 тысяч долларов, они купили color.com и color через you.com в британском варианте, феерически потратили 15 миллионов на маркетинг, пытались заставить пользователей, это был фотошеринг, такой типа инстаграм-лайк фотошеринг, попытались заставить пользователей пошарить свадьбу принцессы, ну если принца и Кейт Миддлтон, там выкупили всю рекламу на главной BBC и получили там порядка 300 или 400 пользователей, которые там реально что-то сфоткали. Какой-то ужас, я представляю, для них был. Да. Какой-то ужас для инвесторов был, потому что это же их деньги были просажены таким образом. Ну это был хороший урок, не нужно вкладываться под там громкие имена стартаперов и типа прикольные инновационные идеи и 30 миллионов на сит-раунде. Ну, в России тоже был такой символ инвестиционного безрассудства, проект Top for Top, мне кажется, что один из самых ярких, который имел громкую оффлайн рекламу, поскольку в акционерах сидели люди из федерального телевидения, в виде интернашнала, и также красиво и громко сдулся. Михаил Занинашвили теперь очень подробно и красиво рассказывает про эту историю, там менеджмент безусловно вынес из этого много опыта, но для инвесторов это была печаль. Хорошо, мы продолжим через пару минут и в четвертом блоке программы обсудим еще одно из наиболее актуальных активно растущих направлений для стартапов в Рунете. Программа Рунет сегодня самая интересная из мира онлайна, интернета, электронной коммерции, социальных сетей. Это программа 26 августа 2014 года, мы звучим на 99.6 в Москве или онлайн на finam.fm Меня зовут Максим Спиридонов, а эксперты выпуска Николай Давыдов, директор по инвестициям фонда iTech Capital и Алексей Соловьев, управляющий директор фонда ProSore Capital. Так, у нас финальный блок разговора про стартапы в онлайне, их венчурное финансирование и мы решили посредить его собственно самим венчурным фондам, многие из которых являются по сути дела новичками на рынке, тут уже нет, но среди них тоже За последние несколько лет в России появилась целая плеяда крупных частных и частногосударственных инвестиционных фондов, которые вкладывают деньги в IT-проекты на разных стадиях развития. Среди российских венчурных фондов можно выделить таких крупных игроков, как E-MilionC, Runa Capital, Fastline Ventures, Prostore Capital, iTech Capital, Московский посевной фонд, а также созданный недавно фонд развития интернет-инициатив. Оно становится все больше. Даже бывший замглавы администрации президента Владислав Сурков после отставки был и заявлял, что собирается создавать венчурный фонд. Сейчас в России уже существует как минимум 50 фондов, вложившихся хотя бы в один инновационный проект, а может быть и больше. Как вы смотрите вообще на этот ландшафт венчурных фондов? Как вы смотрите на растущее число коллекторов, конкурентов? Николай? На самом деле реальных конкурентов не очень много, потому что многие фонды, которые создаются, они кооптивные, что называется. Это фонд одного-двух собственников, которые просто называют инвестиционным фондом, чтобы так же себе получать кусочек пайплайна из тех проектов, которые приходят, на них тоже иметь возможность посмотреть. На самом деле это скорее фэмили офис, которые даже не структурированы как фонды. Из фондов, которые имеют действительно много limited partners, среди них есть институциональные инвесторы, в которых понятная четкая стратегия, которые структурированы как limited partnership. Их немного, на самом деле вот здесь они практически все перечислены, ну, за исключением московского пассивного фонда. Насколько я понял, фонд развития интернет-инициатив также структурирован, как классический фонд. Там, правда, никто не знает, какие у них инвесторы, но они достаточно активно начали скупать всех людей с рынка. У меня даже там записная книжка сейчас наполовину изменилась. В смысле присутствие людей в тех или иных компаниях, имеешь в виду? Да, то есть люди просто массово переехали в фрии. А вот этот фонд развития интернет-инициатив, он создан и был при непосредственном участии Владимира Путина или так, по распоряжению что-то в этом роде? Ну, у них организаторы это агентство стратегических инициатив, насколько я помню, а Путин их так очень прикольно поддержал, сказал, что типа, если никто не будет вкладываться, я попрошу всех вложиться, сам попрошу. Их пиар-служба, наверное, была очень рада этому заявлению еще на годика-полтора от этого отмываться, отмывать свою репутацию перед стартапами, потому что все их, естественно, будут воспринимать Владимира Путина. У нас есть возможность поговорить с руководителем Кирилл Варламов, директор фонда развития интернета. Инициатив у нас на связи. Кирилл, приветствую вас. Здравствуйте. Кирилл, фонд, созданный довольно оперативно, имеющий на борту довольно солидные деньги. Какие цели ставить перед собой? Что ждать рынку? Цель на верхнем уровне звучит как организация помощи и создание условий для начинающих принимателей в области интернета. Наша задача создать более понятные, более удобные условия для людей, которые хотят заняться своим бизнесом в области интернета. При этом задача, она касается на несколько задач. То есть, это и задачи по ряду инфраструктурных проектов, в частности, мы делаем акселератор и программах акселератор это и задачи обеспечения финансирования работы фондом на ранних стадиях, последняя стадия, это и ряд еще других проектов, например, создания площадок коллективных инвестиций. Есть мнение, что вы можете сейчас залить рынок деньгами в силу того, что вы достаточно обеспечены. Так ли это? Собираетесь ли вы инвестировать во все аномалии сподящие проекты или есть какие-то направления, которые для вас приоритетны? Вообще, насколько щедро собираетесь раздавать деньги? Знаете, я думаю, что мы будем раздавать деньги умно. То щедро, наверное, неверно. То есть, будем раздавать деньги умно и осторожно. В чем сложность, объясню. Потому что традиционно стадии предпосевная и пассивная их финансировать очень сложно. Потому что проекты на самых ранних стадиях и там возникают вопросы оценки стоимости бизнеса, оценки, в первую очередь, оценки перспективности команды, насколько она готова и хочет работать. И здесь без синергии с другим проектом, с нашим конструкторным сайтом, с программой «Акселерации» не обойтись. Суть следующая. Мы будем финансировать проекты очень постепенно. То есть, у нас есть программы акселерации, есть программы при акселерации, когда совсем ранние стадии, еще проекты только-только начинают оформляться у людей, и мы будем помогать им фактически оформлять этот проект. То есть, наша идея, как можно раньше начать смотреть за тем, что делают команды, начать отслеживать прогресс, понимать, насколько люди заинтересованы в проекте, насколько они готовы работать и бежать, не повысить этого слова впахивать в этом проекте. И постепенно увеличивать финансирование проекта, если команда интересная, команда отправляет задачи. Спасибо большое, это был комментарий Кирилла Варламова, директор фонда развития интернет инициатив. в общем, слова достаточно общие, и, видимо, либо стратегия такая же общая, либо просто пока не хотят раскрывать ее. Верно, Алексей? Да, но мне, честно говоря, это грустно слышать, потому что, по моему мнению, государство, я везде об этом говорю, и здесь тоже могу сказать, что государство переувлекается непосредственно поддержкой по проектному принципу, то есть это всякие инвестиции, даже там акселляционные программы, гранды и т.д. Потому что денег на нашем венчурном рынке в настоящий момент достаточно и частных. Вот чего не хватает, не хватает действительно каких-то крупных инфраструктурных вещей. Я, например, реально не понимаю, почему Digital Oktober, например, всем известно, или какой-нибудь Rusbase финансируется частными людьми. Почему подобные проекты не были созданы государством? Это то, как бы, что нужно. Всякие, я не знаю, там, курсы обучения, там, один наш партнер из одного фонда, наш коллега, сказал, что нужно там привезти там 500 профессоров по компьютерным наукам из Америки и сюда их тут на 5 лет поселить, и чтобы они в ведущих вузах читали курсы. То есть, теми словами, лучше бы деньги вкладывали в образование и инфраструктуру. Абсолютно. Причем именно инфраструктуру не создание еще одного акселератора. Наберите в Яндексе акселератор стартапов. Там у вас такая выдача будет, что страшно станет. А вот, я не знаю, хоу-воркинг, там, условно-бесплатный, там, как я уже сказал, там, какие-то вот эти вот а-ля Rusbase или что-то, что-то для того, чтобы информационный обмен на рынке нормально происходил, какие-то такие вещи. Вот чем нужно заниматься. Николай, твое мнение, вот появление этого фонда, осененного знамением президента страны, авторитет которого весьма велик, оно что повлечет за собой? Ну, для рынка скорее будет хорошо, чем плохо. Многие со мной не соглашаются, у меня тут была в Фейсбуке большая дискуссия на эту тему. Вообще, я к верхушке этого фонда отношусь достаточно скептически, тогда, как вижу просто людей, которые туда перешли на middle management и lower management позиции, и мне кажется, что вот у них скорее всего получится адекватный продукт. Заливать рынок деньгами скорее хорошо, чем плохо, для того, чтобы обучение у всех этих стартаперов произошло боем. Они получат оплаченный государственными компаниями или другими инвесторами, которые скрываются опыт, который нельзя получить в стенах вузов, который нельзя услышать в лекциях и попробует сделать что-то в реальности. Да, но только этот опыт оплачивается нашими с тобой деньгами. Ну, неизвестно, Деньгами налогоплательщиков. Ну, подожди, вроде говорят частные деньги. Вот действительно, мы сейчас скатываемся на это. Может быть, просто действительно мы зазомбированы тем, что Путин сказал. Может быть, деньги-то... Да, скорее всего, деньги каких-нибудь больших компаний, необязательный голос компаний. Возможно, это там какой-нибудь ганвар господина Тимченко или там Ротенберги. Почему бы нет? То есть, ну, вот из кого-то из близкого круга. Это, конечно, я там просто спекулирую на эти темы, но логика подсказывает мне, что оно, скорее всего, как-то так. Ну, то есть, смотри на ситуацию из Ревизора, когда Градничий сказал, купцы покряхтили и скинулись. Ну, типа того. Снова продолжаясь обрисовку ситуации вообще с рынком венчурного инвестирования, как одной из горячих тем, о которой мы сегодня говорим, в рамках онлайн-стартапов, говорят, что в России мало бизнес-ангелов. И как-то вот не разует это все. Это хорошо или плохо, Алексей? Действительно, их мало, потому что, по-моему, я вот не помню, несколько тысяч бизнес-ангелов зарегистрированных в Штатах. И, по моему мнению, у нас те, которые реально занимаются системно этим вопросом, их там несколько десятков от силы. 240 тысяч бизнес-ангелов в Америке, которые инвестируют 60 тысяч компаний в год. И всего одну тысячу компаний в год инвестируют фонды. То есть, один к 60 у них соотношение. А бизнес-ангелов это прежде всего сида инвестирования, то есть, подкормка идеи. Да, абсолютно верно. Просто у нас, в нашей стране, вот эти 240 тысяч, наверняка из них 80% занимаются этой деятельностью более-менее системно, то есть, имеют более чем одну инвестицию. У нас же, как мне кажется, во-первых, всего лишь несколько десятков, если не меньше, бизнес-ангелов, которые занимаются этим системным. И есть, возможно, пару сотен, как я их называю, непрофессиональных инвесторов, которые просто случайно по стечению обстоятельств, я не знаю, там были соседом подачи кого-то и стали случайно бизнес-ангелом какого-то проекта. У нас у самих в портфолио есть один или два проекта, которые были профинансированы на начальном этапе ровно таким способом. Вот я не знаю этих людей, которые случайно стали инвестором какого-то интернет-проекта, их считать бизнес-ангелом или нет? Мне кажется, скорее нет. Безусловно, посчитать, потому что в Америке как раз эти 200 тысяч это в основном и есть непрофессиональный бизнес-ангел. Ну, в общем, будем надеяться, что это тоже будет развиваться, поскольку это означает возможность подпитки вот того предпринимательского задора, который появляется у людей, в том числе молодых людей. Возможно, также поможет в этом и фонд, с которым мы только что общались. Денег у них, как мы видим, немало. На этом спасибо большое, коллеги. Увы, надо заканчивать. Мы, надеюсь, раскрыли тему, в общем, представление о том, что такое сегодня онлайн-стартапы и ситуация вокруг них, какие темы там наиболее горячие. На этом все. Была программа Рунет сегодня. Меня зовут Максим Спридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Всего хорошего и пока.